Суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор новосибирскому физику-ядерщику. Ранее суд присяжных вынес Валентину Докутовичу вердикт невиновен. Сам трагический инцидент со смертельным исходом произошел в конце 2021 года в коттеджном поселке под Новосибирском. Поздним ноябрьским вечером двое пьяных мужчин требовали открыть им магазин и продать пиво. Сын владельца магазина Валентин Докутович сначала сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, но конфликт так и не завершился. В итоге очередная пуля стала смертельной для одного из дебоширов. События позднего вечера 25 ноября 2021 года Валентин Докутович помнит так, как будто драма со смертельным исходом разыгралась вчера. Он и его папа были дома, когда услышали, что в дверь закрытого магазина кто-то стучит. Как будто любят куваллы, что пытаются отломать. У меня на телефоне приложение было, я открыл посылку, какие-то парни настойчиво ломятся в дверь. Так как зима, места у нас не шибко населенные. Были выходы и диких животных, и нападения собак. Пока одевался и выходил, отец что-то смотрел в камеру и сказал, что возьми с собой ружье. Валентин Докутович оказался один на один с двумя парнями, которые настойчиво пытались попасть в магазин. И на передах стоял труц и пытался дверь магазина на себя отломить. Второй, который помешан векополов, он тем временем тоже дянул за ручку, но оглядывался по сторонам. Я их оклинул, спросил, что они тут делают, потому что магазин закрыт. Когда он бежал, я ему предложил, что у меня оружие, я произвел первый выстрел в воздух, сказал, что не подходите, у меня оружие. Это еще больше разодорило, и они уже побежали мою сторону с криками, что где-то иди сюда, это хуже будет. Потом они стали меня поджимать, и я как бы сделал назад, сделал выстрел в воздух, снова им сказал, что ко мне не подходили. Я несколько шагов сделал, ну и назад, и вот где-то вот в этой области, как бы я, как бы, получается, подряд произвел 3-4 выстрела. Вообще, первое, я подумал, что я промахнулся, и что сейчас, как бы, вот, моя жизнь сейчас на этом закончится. После этого, как бы, еще с Турцком я сделал шаг, постоял, развернулся, и вот пошел сюда, 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 и вот здесь он упал лицом вниз. Одной из первых на месте произошедшей трагедии оказалась житель микрорайона «Семейная сказка» Татьяна Малыгина. Тот, который на корточках сидел, я говорю, что случилось? А вижу, он вообще невменяемый, просто он слов не может связать. Я говорю, ты что, пьяный, что ли? И в это время собака подбежала, он ей говорит собаке, вот видишь, твой хозяин жил, как собака, и теперь вот здесь вот лежит. Я говорю, так, может быть, он еще живой? Нет, уже не живой. А сам даже вот слов связать не может. Я говорю, зачем? Говорю, парни, что вы творите? Скончавшимся от огнестрельного ранения оказался Илья Струц, 1995 года рождения. На следующий день, 26 ноября, было возбуждено уголовное дело по части 1-й 108-й статьи Уголовного кодекса. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Позже оно было переквалифицировано на другие статьи Уголовного кодекса. Защита Валентина Докутовича и адвокаты потерпевших диаметрально противоположно оценивают события того ноябрьского вечера. До того, как произошли финальные выстрелы, он четыре раза совершил предупредительный выстрел в воздух. Когда уже Струц на него стал бросаться, когда человек уже загнан в угол, когда он уже стоит припертый практически к стене своего крыльца, к стене дома, уже выхода нет. Любой адекватный человек расценит такие действия, как прямая непосредственная угроза жизни. По нашему глубокому убеждению, в данном случае Докутович совершил умышленное убийство Струца Ильи. Мы, собственно, этой позиции придерживаемся с самого начала предварительного расследования, на сегодняшний день ее придерживаемся. Мы считаем, что в данном случае нет никакой возможности говорить о необходимой обороне, о чем ведет речь сторона защиты. Ольга Ковалева, которая представляет интересы мамы Ильи Струц, настаивает на том, что у двух парней неправильно работали часы в мобильном телефоне и ничего плохого в мыслях у них не было. Двое безоружных парней, то есть они пришли в магазин, посчитали, что магазин закрыт раньше времени, у них не было цели ограбить, они не взламывали дверь, у них при себе не было ни оружия. Сам Докутович спровоцировал этот конфликт, то есть он вышел на территорию улицы с этим карабином. Завязалась конфликтная ситуация, при которой жизнь и здоровье, еще раз говорю, Докутовичу ничего не угрожал, на него никто не нападал. Была обычная перепалка между двумя мужчинами. Адвокат считает, что Валентин Докутович мог бы обеспечить себя охраной, к примеру, поставить тревожную кнопку. Возможно, она не в курсе, что уже после того, как Илья Струц скончался, полиция ехала на место смертельного инцидента более часа. При этом Ольга Ковалева не спешит отвечать на неудобные вопросы. Скажите, пожалуйста, Струц был в состоянии алкогольного опьянения? Я не буду отвечать на эти вопросы, потому что эти вопросы касаются личности моего подзащитного. В том судебном заседании, в рамках которого коллегия присяжных вынесла свой вердикт, эта информация ослучивалась в присутствии присяжных? Он был в состоянии алкогольного опьянения? На сегодняшний день вердикт, оправдательный приговор в соответствии с вердиктом присяжных отменен, и мы не будем его комментировать. Сам Валентин Докутович настаивает на том, что все его действия были необходимой обороной. Мать потерпевшего рассказывала, какой мальчик хороший, отличный, а у него минимум две судимости, и одна по особо тяжким статьям. Тут говорят, что они просто подзаблудились. Но даже несмотря на то, что это не оглашалось, все равно коллегия присяжных приняла решение меня оправдать. Не было умысла и лишить жизни. Было умысло сохранить свою жизнь. 30 мая этого года коллегия присяжных заседателей постановила оправдательный приговор Валентину Докутовичу. Впрочем, уже вскоре он был обжалован. 4 сентября областной суд отменил вердикт присяжных и вернул дело на новое рассмотрение. До присяжных однократно доводилась информация, которая содержала в себе негативную характеристику личности потерпевшего, которая могла оказать негативное воздействие на присяжных. В свою очередь доводилась напротив положительной информации о подсудимом, которая характеризовала его положительную. Вердикт был неясным, противоречивым. И в силу требований уголовно-предсоциального закона суд должен был предложить присяжным вернуться в совещательную комнату и устранить эти неясности и противоречия. Однако суд этого не сделает. Между тем, Валентину Докутовичу придется вновь пройти тем же самым судебным путем. Что чувствовал он и те, кто в экстремальной для себя ситуации принимал непростое решение о возможных пределах допустимой обороны. Первое ощущение, какое я испытывал, это ощущение беспомощности, что ты находишься один и тебе, по сути, никто не поможет. В этот момент перед тобой стоит только задача одна – это выжить. То есть ты хочешь жить. Уже суды и все остальное, там, допросы, изоляторы – это уже потом уже, когда осознешь, понимаешь, что это и не так, ну и страшно, по сравнению с тем, что сейчас убьют тебя, убьют твоего отца. Мне, конечно, там на суде прокурор сказал, что вот это состояние пяти метров, мог прицелиться ему в ногу выстрелить, в коленку выстрелить и прочее. Это, на самом деле, хорошо выступать, когда ты сидишь в кабинете и в теплом, и тебя охраняют.